Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала, кто нашел ко мне на канал. Зовут меня Валентина и я сегодня продолжаю марафон, который я приняла от канала Рим и Попик и ответить на 21 вопрос. Я постараюсь сильно не растягивать и отвечать, а вам судить эти вопросы. Давайте приступим к первому вопросу. Первый вопрос. Вы любите разговаривать с подпочеками в автобусе или самолете? Да, если со мной заведут тему разговора любую, я поддержу эту тему. Я неуважение к человеку любому, к молодому или к старому, я не смогу это сделать. Это не в моем характере. В самолете? В самолете я летала последний, это 1979 год, когда была студенткой, и мы с Риги летали самолетом, потому что дома хотели побыть хотя бы полдня лишних. И что мы студентами делали в самолете? Ну, конечно же, мы спали. Что мы могли еще студентами делать? Конечно, не до разговоров было. Второй вопрос. Ваш любимый цвет? Вы знаете, я люблю все холодные цвета. Даже по молодости у меня как бы зеленые глаза, да, цвет зеленых глаз. И я старалась тени себе покрасить зеленым, старалась одежду какую-то даже болотную, зеленую, приспособить себе купить. Тогда дефицит такой большой был. В данный момент сейчас, именно вот в возрасте в этом, я люблю темно-синие цвета, фиолетовый или смесь темно-синий с фиолетовым такой. Если в интерьере дома, конечно, то я люблю светлые тона. Я люблю бежевый цвет и белый цвет. Вы можете даже вот как у меня, с моей спиной, вот такие тона для меня, я очень их люблю. Так, третий вопрос. В какой сказке вы бы хотели оказаться? Да, девочки, я бы хотела оказаться в своей, вот придуманной сказке, чтобы рядом были мои дети, мои внуки и остаться в этой сказке навсегда. Потому что, если они далековато и редко очень ездят, поэтому это действительно сказка, когда они приезжают сюда к нам с дедушкой. Так, четвертый вопрос. О чем вы думаете перед сном? Ну, такой интересный вопрос, я попробую ответить. Что, ну, например, укладывая спать, прокручиваю голове все, что сегодня я сделала, что не доделала, что нужно завтра сделать, что нужно завтра доделать. Да мы же те же самые блогеры, да, которые вот снимаем, какой выставить ролик, как его сделать, о чем показать. Поэтому вот так вот каждый день, и вот эти вот моменты прокручиваются. А когда лето, это вообще голова вся вот такая кругом идет, и сделать и на даче нужно, и по дому сделать, и закрутки. Вот такие вот мысли всегда одолевают, и я думаю, у каждого человека они всегда бывают разными. Так, как вы подавляете свою злобу? Ну, вы знаете, злоба это женский род наш такой, как бы, да, и чувство злости чаще всего приносит нам вред. Поэтому в любых ситуациях мы должны быть какими-то покладистыми, милыми. В некоторых случаях здоровое чувство злости будет только нам на пользу. Поэтому не нужно сильно злобиться, как бы, и такой проявлять гнев. Он все равно нам пользы это не принесет. Только нервы себя растратим, да и все. Поэтому нужно его подавлять, как бы, немножко. И не расширять эту злобу, а наоборот ее, как бы, утихомеливать. Так. Чье мнение для вас имеет значение? Ну, конечно же, самого своего близкого человека, с чьим мнением я всегда считаюсь, это мой муж. Хотите вы этого или не хотите. Но я с ним считалась и когда мы работали вместе. Вот. И сейчас на пенсии мы вместе 24 часа. Я всегда считаюсь с его мнением. Так. Где бы вы хотели сейчас оказаться? Ну, конечно же, конечно же, я хотела бы оказаться в кругу своих внуков. Вот. В кругу своих детей. Потому что нам с дедушкой одиноко. Поэтому мы хотели бы больше общения. Поэтому и мы, и блогеры, чтобы зайти вот в нашу эту коробку, да, и пообщаться хотя бы на расстоянии. Ну, с вами, мои дорогие подписчики, гости наши. Пускай вы пишете и негативные комментарии, но все равно это, как бы, нам настроение прибавляет. И это вся наша жизнь. Так. Восьмой вопрос. Что для вас важнее, ум или красота? Вы знаете, если честно сказать, что должно быть ум и красота, оно должно какую-то иметь вот серединку и быть в гармонии. Ведь красота, она же не бывает вечной, да. По молодости ты красива, к старости ты уже никакой. Поэтому они должны как бы уместить серединочку ум и красота. Вот, и я же сказала, что красота же не вечна, а ум, он должен присутствовать всегда. Он вечен. И с умом, наверное, по жизни всегда интереснее, с умным человеком идти по жизни. Как вы мечтаете встретить свою старость? Вы знаете, этот вопрос для меня просто однозначен. Здоровей. Вот. И чтобы всегда был рядом мой муж и все мои любимые, родные. И боюсь вот этого слова одиночества. Только не одиночество. Какой момент в вашей жизни хотели бы вы повторить? Вы знаете, может быть, для кого-то сейчас я отвечу банально, но хотела бы окунуться в студенческие годы. Они, правда, были бедноватые, но они были веселые, такие беззаботные. Особенно в строеотряде, сиденье у костра, с гитарой, с песнями. Это просто незабываемо. Потом посылали нас на картошку, там свеклу, убирать яблоки в сад. Вот. Поэтому это просто незабываемо. Я бы хотела, конечно, там просто оказаться. Так, какое значение для вас имеют деньги? Вы знаете, какое значение? Я отвечу просто одним словом. Они нужны, деньги, особенно для наших алиментов, они всем нужны. По жизни вот мне приходилось деньгами как бы встречаться с большими объемами купюр. Я считала, что это бумажка просто чужая, она. Это просто бумажка, а не деньги и купюра. Ну, а когда у меня в кошельке мои деньги, да, это мои, и они мне были и тогда были нужны, и сейчас они нужны. Поэтому деньги для посылых человек, они имеют огромное значение. Без денег и не туда, и не сюда, как говорят. Как без бумажки да букашка, а без денег и не человек. Так. Двенадцатый вопрос. Как вы выглядите по утрам? Да вы знаете, все зависит от того, как ты провел ночь. Если ты выспался ночью, да, и ты просыпаешься утром с прекрасным настроением, у тебя настроение и для себя любимой, и для как бы супруга, для всех остальных окружающих. Вот ты в настрое таком. Поэтому утро бывает разным. Если ты болеешь, значит, ты выглядишь не так. Если ты в здоровье, ты себе настрой такой делаешь. Ну, как все. Встал, умылся, причесался, привел порядок себе, планы настроил куда-то сходить. Поэтому я считаю, что все по-разному встречают утро. Если бы вы были ученым, что бы вы изучали? Вы знаете, не зря здесь вот я пометила тринадцатый, ну, не я пометила, так, дали мне тринадцатый вопрос. Вот. И, ну, такой не зря тринадцатый. Я бы, конечно, изучала раздел медицины посвящению, лечению злокачественных болезней. Это слово рак. Сколько нас, этих ученых, и космос летает, и всевозможные новые нанотехнологии есть. Но вот эту вот болезнь никто не может опередить, никто не может никак ее остановить. Вот я бы, конечно, если бы была ученой, я бы занималась вот именно медициной. Изучение вот этого вот причины опухолей и исследовать эти причины, откуда они появляются у людей. Это страшно, очень страшно. Четырнадцатый вопрос. Какая ваша последняя серьезная покупка? Ну, это жилье детям. Однозначно. Одному и второму это вот такие серьезные покупки. Если бы вы были невидимой, что бы вы сделали? О, это вопрос, я бы, вот, честно сказать, я бы залезла в голову наших этих правителей-министров. Вот, и посмотрела, что же у них на будущее, как они могут еще обидеть нас, пенсионеров, наших будущих детей, и продлившие ему срок пенсионного возраста. Нам, пенсионеров, копейки вот эти, которые добавляют пенсии, а военным так вообще в следующем году только заплатят. В этом году нам ни копейки не заплатят, а только в 2019-м даже с октября месяца заплатят. Это разве не обидели они нас? Вот я бы залезла в их голову эти и посмотрела, что же они еще хотят придумать такое, как же они еще хотят обидеть этих людей несчастных. Ну, вот такая вот у меня. Может быть, кому-то почитается наивным, но я бы так сделала и посмотрела. Так, значит, ответили на шестнадцатый вопрос. Каким образом вы доказываете свою правоту? Я доказываю правоту ни словом. Я, если уверена в своей правоте, то я доказываю делу. Вот, поэтому слова это бесполезно. Нужно доказывать делами, и тогда ты выше выигрыша. Семнадцатый вопрос. Что бы вы загадали, если бы у вас было три желания? Я бы загадала мира всем нам и покоя. Чтобы было везде и везде и всюду, по всей стране, по всему миру. Второе – это просто жизнь. Жизнь наша не вечная, и она не очень длинная. Поэтому просто жить, радоваться, а не существовать. Ну и последнее, конечно, у меня вот такое было желание, да, и в моем возрасте, у во многих, может, тоже такое, у меня есть желание. Посидеть сейчас рядышком, просто обнять родителей, сказать им то, что не досказал. Восемнадцатый вопрос. Как вы относитесь к религии? Я считаю, что вера – это лично для любого человека. Я с уважением отношусь и к религии, и к государству. Я только вот именно познала, вот, не любовь, я могу сказать, а как бы, ну, желание приблизиться к религии. Именно, вот, к шестидесяти годам. До этого как-то и работы не позволяло, и времени не позволяло. А сейчас, когда у меня есть, вот, именно свободное время, да, я сейчас езжу с паломниками вместе по священным местам. У меня есть видеоролики. Вот, я снимаю, вот, я посещаю эти святые места, мне очень нравится такая обстановка, тихо, такая спокойно, умиротворение получаешь. Вот, и я уважаю религию, вот, как и государство. Поэтому и положительно, я крещеная и православная, поэтому я положительно отношусь. Так, чем вы занимаетесь долгими зимними вечерами? Девочки, зачем я могу долгими зимними вечерами заниматься? Разве они долгие, эти зимние вечера? Мне их не хватает, просто этих вечеров. Вот, от момента, вот, это дачного, а вот, ноябрь, декабрь, месяц, январь, февраль, амарка уже начинается посвяная, там, уже дачный сезон. Мне просто их не хватает, этих вечеров. Я люблю вязать, я люблю вышивать. Я в этом году познала вышивание бисером, очень мне понравилось это. Я делаю с нуками всевозможные поделки, люблю делать садовые фигуры. Да, у меня столько планов, что мне и зимы этой не хватит. У меня хобби очень много, я не сижу дома. Люблю очень читать. Я люблю читать и журналы, и всевозможные, и мы выписываем с мужем газеты. Вот, я люблю читать, очень даже. Двадцатый вопрос. На что потратите свой первый миллион? Да, я его уже потратила не один миллион, это, конечно, жилье. Поэтому, только жилье. Вы когда-нибудь, это двадцать первый вопрос, вы когда-нибудь хотели начать жить заново? Нет. Ни в коем случае. У меня по жизни выпал, я считаю, счастливый билет. У меня мой любящий муж, уважающий которого муж, уважает меня, я его уважаю. У меня двое сыновей хороших, у меня две дочки-невестки, вот, у меня четверо внуков. Вот, государство нам дало бесплатное жилье, вот, в свое время, вот, как молодым специалистам. А что еще можно еще пожелать жить заново? Да все хорошо, все прекрасно. Вот я и ответила на все двадцать один вопрос. Вот, я считаю, что это жизненно важные такие вопросы, они нужные. Вот, я хочу передать свой марафон Марине Перепелицыной из Соединенных Штатов Америки. Вот, Мариночка, принимай от меня марафон. Мое хозяйство, Валентине, подружки моей, Валюшка, принимай, пожалуйста, отвечай на вопросы. Вот, я уважаю, меня очень много с Украиной, знакомых очень много. У нас там похоронен наш дедушка, вот, на Украине, но, как бы, не получается ездить часто, но мы, как бы, посещаем. Вот. И третье, человек, я хочу, Майя Жадких, Майя, принимай, пожалуйста, от меня марафон, принимай мои вопросы, отвечайте девочке. Вот. Всем пока, кто слушал, вот, пишите комментарии, вот, как могла, так ответила. Всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok